У меня и муж, и трое детей, все спят в носках, в тёплых пижамах, в халатах, под двумя оборудователями. Мы обогреваем оборудователя. К тому же, плюс ко всему, газ где-то месяц как, каждый вечер мы не можем даже вскипятить чайник, то есть по полчаса ждём. Это хорошо, у нас дома газовый счётчик, а люди, которые не имеют счётчиков, они платят по полной программе за этот газ. В какие только инстанции не обращалась Оксана. В местные КСК, тепловые сети и даже алматинский филиалка «Странсгаза» и везде получала один ответ. Соседний Узбекистан снизил объёмы поставок газа из-за возросшего с похолоданием внутреннего потребления. Парадоксальная ситуация для страны, необычайно богатой нефтегазовыми ресурсами. В 11 областей Казахстана только 9 областей у нас газифицированы, и то газифицированы не полностью. И даже по этим областям у нас возникают вопросы. В частности, у нас весь юг обеспечивается узбекским газом, который в период потребления, пикопотребления, может ограничивать объёмы поставляемого газа. Это, конечно, достаточно курьёзно для страны, у которой богатейшие природные ресурсы углеводородные. По словам экспертов, главная проблема в том, что казахстанский газ является попутным, то есть добывается вместе с нефтью. Из-за отсутствия трубопровода нефть выкачивается, а газ приходится зарывать обратно. Процесс весьма дорогостоящий. В былые времена приходилось даже сжигать добываемый газ. Дабы оценить то, что имеем, правительство скоро обещает построить новый газопровод, который не только снабдит внутренний рынок, но и позволит экспортировать излишки в Китай. Газопровод, по которому юг Казахстана, в частности Алматы, снабжается газом, он идёт из Узбекистана, проходит по территории Казахстана, через Киргизию, и потом доходит уже до Алматы. И понятно, что этот газ по дороге может как ограничиваться с узбекской стороны, так и иметь другие какие-то причины. Когда этот газопровод Бенео-Базой-Шинкент будет построен, тогда все проблемы, связанные с газообеспечением юга, будут полностью решены. Избавление от узбекской газовой зависимости алматинцам обещают и городские власти. В Алматы на сегодня газифицировано более 80 тысяч частных домов и 250 тысяч многоэтажек. Это 87% города. В Шанарайке, Улжане, Калкамане и ряде других прилегающих посёлков уже построены газорегуляторные пункты. Подводятся газопроводы среднего давления. И всё же для газификации города на 100% потребуется время. Вообще по комплексным планам реформирования ЖКХ, которые разработало агентство, это растянется до 2020 года. Правда, два этапа. Первый этап до 2015, второй до 2020. Но так как газификация играет экологическую роль, где-то возможно до 2014 года. Стопроцентная газификация не только решит проблемы теплоснабжения, но и улучшит экологическую ситуацию. По данным экологов, мегаполис на 80% загрязняют выхлопные газы автотранспорта, на 8% котельные, до сих пор работающие на мазуте и угле, и ещё на 8% частный сектор, обогреваемый углём. На сегодняшний день газификации, конечно, охвачена большая часть города. Но от того задымлённость именно в это время года никак не уменьшается. Между тем, ситуацию с перебоями газа обещают исправить и в компании «Кострансгаз». 6 декабря запущена новая перемычка в 37 километров, соединившая два магистральных газопровода «Казахстан-Китай» и «Ташкент-Бешкек-Алматы». В будущем, в случае дефицита, этот источник можно будет использовать в качестве альтернативного. Анарта Самбекова, Рашид Шукуралиев, Рашидин Якупов. Телеканал Алматы.